Кожный авторак и чатверо гомельскими облвыконками проходят громадские приемные. Телефонные линии, особистые приемы проводят керавники структурных подразделений у Выконавчика Комитета. А так само депутаты, палаты представников и члены Совета Республики, Национального Схода Республики Беларусь. З якими просьбами звертаются до их же хары региона, ведают наши корреспонденты. На этот раз прием проводит член Совета Республики и начальник гомельской мытни Феликс Яшков. Пытания у шматы хоть шастаяны носят особистый характер, але без певных законодавших изменений в их вращении немагчима. Шмадетная мать из Гомеля каже, что некальки годов тому семья отрымала квартиру, за якой было необходно доплатить 10 тысяч долларов. Але здарывался бяда, муж стал инвалидом, и теперь уся его пенсия накеровывается на погашение долгу. Сродка для того, как привезти новую квартиру належный стан не ма, а тому 6 человек вымышены жить у тесной однопокаевцы. Женщина просит дозволить выгород статьей на гэты и мэты материнский капитал. Правда, отповедным законам такая ситуация не продугледжена. Я правильно понял, что вы хотели бы использовать материнский капитал на ремонт квартиры? На ремонт, да, да. Нам больше ни на что не нужно. Только на ремонт. Это единственная наша просьба огромная, потому что мы два года живем, и вроде их новостройка, и без нее. Тогда с вашего позволения подумаем, каким образом и куда обратиться. Мы еще одну околичность применения законодавства, звертая увагу, гомельчанка Лилия Поз. У гэтым годзе она находилась у одной из больниц Сястрынского догляду. Для оплаты оказанных послуг пациенты перелечивают 80% пенсии. По словам Жанщины, проблема у тым, что пенсии у людей с великим працонным стажем, и ты, кто практически николи не працавау, розны. Як выник, за однольковые послуги нехто платить 500 рублев, нехто – 150. На думку Лилии Поз у социальном плане – гэта несправедлива. И когда я выезжала на коляске в коридор, то видела, что обитатели этой БСУ, всякие, и бывшие бомжи, в общем, разный социального уровня, то спрашивается, должно ли так быть. Особистые приемы про мая телефонная линия протягиваются две годины. За этот час Феликс Яшко узнаемится с пропановыми об шляхах усмотнения розных галин улады, необходности перегляду по меру пенсии для инвалидов третьей группы и усмотнение отказности за сдаденные на сутки кватеры. После закончения работы громадской приемной сенатор отзнашает необходность вылучшения громадской думки и обещая не покинуть поза увагой ни одного сворота. На сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, насколько важна работа, которая проводится, потому что как мы на сегодняшний день построим нашу нормативную базу, включая самый главный наш документ, так мы и будем жить в дальнейшем. Наша страна, она не зря называется социальным государством. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, от телерадио «Компания Гомель». Продолжение следует...